Приветствую вас, Алиса. Я бы для начала хотел спросить у вас, именно спросить у вас, вот вы задаете вопрос свой, что делать? И как дальше жить? Я бы хотел спросить, как дальше жить? Чтобы что? Что делать дальше? Чтобы, чтобы что? То есть, какова цель ваша? Что вы хотели бы и чего вы хотите? То есть, понимаете, если, допустим, вы хотели бы разобраться в себе, в своих чувствах? И почему, например, такая ситуация происходит? Я имею в виду с вашим мужем и вами, то это одно направление. Одно направление и одна работа. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, это другое направление. И другая работа. Соответственно. Тоже. Понимаете? То есть, тут вот есть нюанс. Здесь. Здесь есть нюанс. На мой взгляд. И нюанс этот. Он достаточно сильный. Потому что не очень понятно, что вы хотите. Не очень понятно, что вам нужно. Не очень понятно, в какую сторону вы хотите двигаться. и, соответственно, какой помощи вы хотите от психологов. Вот. Понимаете? Поэтому, тут вот мне кажется, нужно, нужно, эм, поисследовать вам этот момент. Просто поисследовать, просто разобраться в том, что вы хотите. К примеру. Для, ну, для себя, что вы хотите. Что вам нужно. Вот. И, дальше, я думаю, можно будет, эм, о чем-то говорить. Дальше можно будет, эм, в каком-то направлении двигаться. Дальше можно будет уже вам, что-то рекомендовать. Вот. Значит, эм, вы пишете о том, что два дня назад начали, ругаться, эм, со своим мужем. Из-за того, что мама попросила, моя мама во время моего отсутствия с ребенком. Побыть. Ну, э, если я правильно вас понял, то здесь речь идет о том, что муж по какой-то причине, э, не слишком уверен, мягко говоря, в себе. То есть, э, э, мужчина, вот, э, по какой-то причине не чувствует себя уверенным, э, э, с вами не чувствует себя уверенным. А, э, в отношении с вами, и мама, э, э, заставляет его, э, ваша мама, заставляет его нервничать, э, э, и переживать. Вот. То есть, это, по факту, такая вот неуверенность в себе мужчины. По факту, это такая вот, э, э, я бы сказал, э, проблем. Проблем. Проблем мужчин. С другой стороны, э, вряд ли, вряд ли вы, э, серьёзно, начали бы ругаться из-за того, что мама что-то там попросила. Прямо ругаться. Вот, прямо ругаться. Вы вряд бы начали. Ну, из чего я могу, наверное, сделать вывод о том, что, э, проблемы были и раньше. Какие-то. То есть какие-то проблемы были у вас еще до вот этой ситуации с мамой, вот. Ну и, соответственно, можно посмотреть, опять же, когда ваши отношения начали портиться и почему. Вы пишите, что начали ругаться, то есть вы сами принимали участие в конфликте, в ссоре и так далее. И очень важно понять, почему именно вы принимаете участие в конфликте. То есть вот именно ваш вклад в конфликт, ваш вклад в ссору, какое имеет значение? Почему именно вы начинаете ссориться? Что именно вы, к примеру, чувствуете, ощущаете нажим основы на вашу злость? Ну, в данной ситуации, в данном контексте. Потому что ссора или скандал, это то, что заменяет людям эмоциональную близость. К сожалению. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно обязательно рассмотреть вот этот момент. Момент, так сказать, бэкграунд вашей ссоры, момент бэкграунда вашего конфликта. Ну, конечно, желательно рассмотреть и точку зрения вашего мужа на это. Вот. Значит, и вашей, конечно, точку зрения тоже. То есть ваша точка зрения тоже имеет, безусловно, большое значение. Вот. То есть необходимо вот понять, что волнует вас и что волнует вас, чего хотите вы и чего хочет ваш муж. Вот. Из-за чего, собственно, ссора возникает снова и с новым. Я так понимаю, что это не единственная ссора у вас. Так. Значит. Уехали с сыном на дачу, живем все у моей мамы. Она попросила, чтобы муж в это время пожил у своей мамы, что услышал, стал собирать свои вещи, а критично стал завезти. Потом я сказал, что никто тебя не выгоняет. А почему ваша мама так сказала? То есть, ну, с чего она так сказала? По какой причине она так сказала? Вот. То есть, что вот смотивировало ее так сказать? Вот. Это довольно странно, что она пытается как-то вот развести вас. Не в том смысле развести, что рассорить, а потому что она не хочет, чтобы муж жил с вами. Вот. То есть, мне кажется, что это очень, ну, это очень важный момент, мне кажется. Мне кажется, это очень важная история. Мне кажется, очень важно понять, почему это вообще стало, ну, возможным. Вот. То есть, у мамы, наверное, есть какие-то основания. Вот. Для этого. У мамы есть, наверное, какие-то основания. Вот. Вот. Но, какие основания. Насколько они правомерны, эти основания. Вот. Ну, мне кажется, что это крайне, крайне желательно определить. Вот. Реакция вашего мужа, она не то, чтобы, понимаете, агрессивная, да. Она скорее, то есть, да, она агрессивная, но она, реакция, ну, явно в ответ на что-то другое. Идёт. Это, 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 это явно вот реакция на какие-то, ну, на какие-то ещё вещи. Не только на то, что мама вот, по сути, не хотела, не хотела, чтобы он жил с мам. Вот. Что-то его реакция, его реакция, да, это, ну, что-то другое. Вот. И мне кажется, что, вот, очень важно понять, в том числе и вам, что это за другой реакция, за другая реакция. Вот. Что она из себя, собственно говоря, представляет. Это другая реакция. Вот. Вот мне, мне думается, что такой ответ вам можно дать на вопрос, ну, вот в этом, смыслом, в этом контексте. Так. Значит. Дуба не словечка. У нас же Лорат оскорбляет меня и моя мама последними словами. Живёт на сценариях и готовится браться. Ни она, ни я не умеет. Ну, смотрите. Это состояние аффекта. Это состояние аффекта у мужчины. И, конечно, конечно же, это не хорошо. Хорошо. Но, как я и сказал, у этого, у такой реакции есть, практически всегда есть бэкграунд. И, важно понять, что этот бэкграунд из себя представляет вообще. Почему мужчина так отреагировал на это? Почему вас это так задело? Задело настолько, что вы захотели его ударить. Это насилие. Это насилие, как бы, ну, с вашей стороны. То есть, понятно, что вы говорите, что это не первый раз, что у вас, ну, что он поднимал на вас руку. Я понимаю, но к этому мы ещё вернёмся. Вот. А пока что ситуация здесь очень важна. Ээээ... Почему вас это так задело? С чем вас это так задело? Ну, понимаете? Вот. Ну, мне кажется в любом случае, что это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Потому что вы, вы как бы преподносите вот то, что вы делаете, вы мне преподносите как абсолютную такую норму. Если вы никак вот не объясняете и никак не выражаете то, почему вы так отреагировали на эту ситуацию? Почему вы захотели человека ударить? То есть это явно не располагает к решению конфликта. Опять же, оскорбить вашу маму и вас, оскорбить вашу маму и вас, человек не может. Человек не может, потому что это способны сделать, в общем-то, только вы, только вы способны, а сами себя оскорбить. Только вы способны это сделать, только вы способны, ну, как бы, ситуацию так вот поставить, да, что слова, слова вашего, ну, вашего мужчины, да, слова, они будут вас задевать. Вот. И, на мой взгляд, очень важно понять, если слова вас задевают все-таки, то чем они вас задевают. Вот. И разобраться с этим. Понимаете? А значит, если, если представить себе, что мужчина все это сделал, там, образно говоря, специально, чтобы спровоцировать, там, условно говоря, вас, да, допустим. Вот. Если мужчина это сделал специально, чтобы вас спровоцировать, то у него, к сожалению, это получилось. То есть, у него получилось, у него получилось вас спровоцировать и вывести вас на эмоции, да, на скандалы и так далее. То есть, он получил то, что хотел, именно за счет того, что вы разозлились, значит, ударили, ну, захотели, условно говоря, его ударить. Вот. И, в общем и целом, как бы позволили ему, вот, значит, позволили ему ответить вам. Позволили ему ответить вам. Вот. Так что, вот, очень важно, чтобы вы не велись, да, на такого рода манипуляцию, если это происходит. Вот. А оставались все-таки гармоничны и спокойны внутри себя. Вот. Значит, в ответ мне сильно прилетело по лицу по счетчику, но начал орать еще больше, что, значит, так, думала хоть измениться, но где-то было. А почему вы считали, почему вы считали, почему вы предполагали, что мужчина извинится? А зачем вам извините? То есть, что извинения, по сути, дадут вам? Что извинения могут дать вам, если подобное происходит? Образно говоря, не первый раз. Вот. Что могут дать извинения? Как они конкретно могут повлиять на ситуацию? Вот. Приезжает к сыну на дачу, как ни в чем не бывало. Все время со мной на повышенных штанах поднимает руку не первый раз. А на повышенных штанах из-за чего, Алиса? То есть, ну, вы же понимаете, что подобное не на ровном месте происходит. Вы же понимаете, что у этого есть, ну, есть свои основания, у этого есть свои причины. И очень важно, на мой взгляд, понять эти причины, понять их. Вот. Разобраться в этом. А вы, ну, вот, нет ощущения, что вы это делаете. Пытаетесь разобраться. Так, значит, почему вы позволяете мужчине поднимать на вас руку? То есть, вы ни много ни мало терпите его, ну, вот, такое отношение к себе, ну, к вам. Вот. А ни много ни мало вы терпите, терпите то, как он, ну, вот, ну, ведет себя с вами. Вот. И я не могу, я не могу не задать вам этот вопрос. Почему вы это терпите? Вот. Что мотивирует вас, это терпеть. То есть, как бы, да, можно, можно, эм, сколько угодно говорить о том, что мужчина, он, вот, ну, что он плохой, что он, ну, что он недолго. Он должен, да, так поступать, что он, эм, что он не может, там, поднимать руку на женщину и так далее. Да. Это верно. Но женщина, в данном случае, вы позволяете, позволяет ему это делать. И почему? Ради чего? Ради чего? Ради чего? А хорошо ли, ребёнку в этом, ну, вот, в этой ситуации? Ради чего вы всё это терпите? Как хорошо, ребёнку в этой ситуации. Ради чего вы всё это терпите? Тут можно, конечно, привести в пример треугольник Карпмана, в котором вы находитесь, ну, вероятно, в котором вы находитесь. То есть, вероятно, вы находитесь вот в этом треугольнике, то есть, вы такая жертва, значит, вот, есть мужчина, который агрессор, значит, вот, и вы, соответственно, испытываете, ну, очень такой... серьезный, собственно говоря, негатив из-за того, что человек вот так вот себя ведет с вами, вот, но вопрос все-таки возникает, вопрос. Но вы же терпите это. Вы же позволяете ему так с собой поступать? Мужчина почему-то думает, что так можно. Ну, ладно. Так, оскорбляюсь по-всякому, чтобы не произошло, я всегда виноват, опять же, вы позволяете... Вы позволяете себя, себя виноват. Стоит поди куда-то звонки, бесконечно быстрее домой, я все время везде бегу. Ну, это желание контролировать, как я и говорил, Алиса, мужчина, не уверен в себе. Ловлю на мысль, что я боюсь что-то просить его сделать, дабы не разорался. Почему вы боитесь криков? Опять же, почему вы боитесь криков? Вот, сейчас, вам нужно выйти из позиции шерпа, сейчас. Совет на себя личную ответственность за то, что происходит, что-то происходит, вот. Смотрите, смотрите в интернете про треугольник Картмана, посмотрите, вот. И я надеюсь, что вам это, в принципе, будет, ну, как минимум, полезно. И, как минимум, вы что-то для себя новое интересное найдете. Вот. Я на это очень надеюсь, по крайней мере. Вот. Если вы захотите, чтобы мы вам помогли, если вы захотите, чтобы мы помогли вам. Ну, обращайтесь, обращайтесь к любому из специалистов, который вам придется по душе. Вот. Я думаю, что каждый из нас готов помочь вам. Вот. Если не ради себя вы хотите, готовы это делать, если не ради себя, то, хотя бы, ну, ради своего ребенка. Вот. Я думаю, от того, чтобы он не жил в этой атмосфере, в атмосфере скриков, в атмосфере скандалов, вот, и так далее. Я думаю, что так можно, в принципе, вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если понравился мой ответ, я буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам сил, вот, я желаю вам мужества, терпения, вот, чтобы справиться с этой ситуацией. Вот. Ну и, соответственно, у вас все получится, вот. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok